Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня у нас в меню фахита с депоя ала планча, что в переводе с испанского означает «лепешки с курицей на сковороде». Опять-таки, классическая уличная еда. Главное достоинство – очень быстро готовиться. Второе достоинство – а может даже и первое. Блюдо очень вариативное. И третье достоинство – такими штуками очень легко накормить моих малолетних операторов, когда они в очередной раз начинают очень разборчиво относиться к моей стрепне. Итак, нам понадобится куриная грудка, сладкий перец, острый перец, лук, чеснок, натертый сыр, соль, перец, лайм, несладкий йогурт, оливковое масло. Короче, на экране прочитаете. А начну я с соуса. И сразу можете закидывать меня тапками. Дело в том, что по классике никакой соус, конечно, к фахитес не готовится. Просто сметану кладут и все. Но мне кажется, это скучновато. Я хочу добавить немножко больше яркости. Поэтому на базе сметаны, в моем случае не сладкого йогурта, я приготовлю такой очень простенький соус. Листочки мяты надо старательно измельчить в труху. Поэтому сворачиваю в трубочку для удобства, такой рулончик. И нарезаю. Отлично. И также старательно надо разбить в пыль чеснок. Кстати, важное замечание. В наших краях проживает какое-то совершенно невообразимое количество иностранцев. Ну, в смысле, не испанцев. И если первое место занимают, пожалуй, английские пенсионеры, то вот второе – латиноамериканцы. Тут и Перу, и Гватемала, и Бразилия с Аргентиной, и, конечно же, Мексика. В местных супермаркетах есть отделы, где продаются, собранные вместе, специалитеты из других стран. То есть, не испанские продукты. Так вот, добрую половину полок в таком отделе всегда занимают специалитеты из стран Латинской Америки. И еще момент. Вот, несмотря на, прямо скажем, засилие латиноамериканцев в наших краях, я думаю, что местные заведения, там, мексиканской кухни, все-таки скорректировали свои вкусы с учетом предпочтений в еде испанцев. Так что и сегодняшний рецепт тоже изрядно тягощен испанскими представлениями о латиноамериканской еде. Так, ну и вот эту вот ароматную смесь сразу же в несладкий йогурт. Как я уже сказал, вы можете использовать сметану. Жирность сметаны выбираете обратно, пропорционально диаметру своей талии. Теперь сок лайма. Сюда. Всего до капли. Отлично. Соль и перец черный. Бастанте. В смысле, достаточно. Эллифовое масло. Экстра-верджин, конечно. Очень ароматное. И последний ингредиент соуса. Огурец. Шкура кузешних традиционно пульнеприбиваемая, поэтому срежу. И теперь надо натереть на терке. Во-первых, для более-менее однородной консистенции соуса. А во-вторых, чтобы легко было удалить лишнюю влагу. Она удаляется выдавленным. Вот так вот. И тщательно перемешать. Готово. Соусом закончил. Можно приступать к начинке. Для нее мне понадобятся помидоры. Удалю семечки. И нарежу кубиком. Семечки удалять не обязательно, но мне так нравится больше. Если их оставить, то начинка откровенно течет. И салатные листья на ленту распущу. Так их удобнее будет в фахитос заворачивать. Вот так вот будет нормально. И сразу кинзы тоже нарежу. Потому что, если в блюде нет кинзы, то это не мексиканская кухня. Судя по тому, сколько они ее едят. Так, помидоры и салатные листья у меня останутся сырые. А вот остальные овощи и куриную грудку я хочу слегка обжарить. Лук нарежу лепестками. Вот такими. А перец полосками. Примерно таких же габаритов, как и луковые лепестки. И такими же примерно кусочками куриную грудку. И сразу же ее можно приправить солью и перцем. Теперь обжарка на сильном огне. Очень быстро. На растительном масле. Овощи должны только слегка-слегка прихватиться жаром. А вот грудку надо довести до готовности. Но ни в коем случае не пересужить. Она нарезана тонкими полосками, поэтому доходит до кондиции очень быстро. А дальше начинает стремительно терять влагу. Поэтому не отвлекайтесь ни на секунду. Надо срочно добавить остроты. Нарежу перец прямо с семечками. Отлично. И в сковороду его. И сразу перемешать. И добавить немного табаско. У меня зеленый. Все, снимаю с огня. Начинка готова. И можно уже подавать. Традиционно на стол, по крайней мере в здешних заведениях, ставят сковороду с начинкой. Отдельно лепешки, отдельно соус, отдельно гуакамоле или просто нарезанное авокадо. И я тоже так предлагаю вам попробовать. Но мне хотелось бы еще все-таки обжарить уже фахитос начиненные всем этим богатством на планче. Мне кажется, это будет интересно. Давайте попробуем. Так, сначала сыр сюда, потом вот эту начинку. Теперь сюда помидорки, салатные листья. Опять начинку, опять сыр. И вот теперь можно завернуть. То есть, получается, сыр будет снаружи, а остальная начинка внутри. Так, сыр, мне кажется, лучше поплавится. О, про авокадо забыл. Надо же его тоже добавить. Мексиканцы, они же без авокадо и есть не садятся. Так же, как без кинзы. Вот так. И вот не знаю, стоит ли смазывать планчу маслом или нет. Наверное, приготовлю и с маслом, и без него. Так, вот на эту сторону масло. Вот так вот. А сюда не буду. Фахитос сюда. На эту часть тоже масло. И придавливаю. Отлично. Лепешки совсем тонкие. Думаю, секунд 20 им хватит. Ну, 30 от силы. Очень интересно, какой из вариантов окажется вкуснее. С маслом или без. Думаю, хватит. А, симпатично выглядит, а? Ну что, на вид могу сказать, что с маслом выглядит, наверное, чуточку посимпатичнее, чем без масла. Я не знаю, что на вкус. И начну, наверное, все-таки с масляного. Фахитос. Сюда надо добавить, конечно же, этого соуса. Так. Соус совершенно потрясающий. Это очень классная, нет, ну, конечно, не шаурма, но сочетание очень классное, потому что овощи, в данном случае сладкий перец и лук, они очень классные. Они слегка-слегка поджарены, они не похрустывают, а похрумтывают, знаете, как морковка хрумтит. Хрум-хрум. Очень нежная, очень сочная курица, ну, просто потому что я ее не пересушил. И, знаешь, что, остроты не хватает. Вот, честно сказать, не хватает остроты, потому что, когда я отдельно пробовал эту начинку, казалось, что достаточно остренькая. Но здесь вот этот соус сглаживает все. Ну, это классно. Так, теперь дело за хохитос без масла. Сюда я тоже положу этого соуса. Совершенно потрясающего. Так. Ну, вы знаете, без масла мне нравится больше. Так почему-то вкус кукурузной лепешки ярче проявляется. И, наверное, будет вообще классно, если не прогревать на планче. Да, сыр, конечно, не расплавится. Но, с другой стороны, можно сразу положить в хохитос, вовнутрь вот этого соуса. Внутрь. Хотя, тогда его, конечно, так много не положишь, как я сейчас навалил. Ну, и чтобы не быть голословным. Ну, вот эту вот, не обжаренную. Сюда его. Поехали. Нет, все-таки прогретый лучше. Да, мой выбор. Без масла. Прогретый на планче. С кукурузной лепешкой. С соусом, положенным отдельно. Это здорово. Берите рецепт на вооружение. Пробуйте. Даже без планчи. Фантазируйте с начинками. Спасибо за компанию. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...